Всем привет, это стрим на канале Николай Вардоктор Люквейдер, с нами Николай Вардоктор Люквейдер и Андрей Грид и игра спойлер Алерт. Так, сейчас я кое-что тут подколдую над динамиками, чтобы звук был более приемлемый. Чуть-чуть игру уменьшу, да? А то мне кажется она меня немного перекрикивает. Сейчас попозже, когда игровала закончится. В общем, опять вообще кто-нибудь есть? Да, ты и я. Охрененно. Ну ладно. В общем, видишь, да? То есть мы начинаем новую игру. С звуком все нормально. Ага, нам показывают, в общем, вот так вот, прыгать, да, на кнопку вверх, все очень даже просто. Ну, пока все, это на самом деле не играет, вот скажем так, пролог. Вот, типа, такой типичный герой, гротескный. Типа, рыцарь-перец или что-то вроде этого. И принцесса-томат. Хотя она не похожа на томат, на самом деле, она на луковицу какую-то похожа. Да, и он ее, типа, спас. И вроде бы все закончилось, да? Но на самом деле все не так просто. Потому что на самом деле игра, она в обратном, как бы. То есть мы должны в обратном порядке повторить все действия, которые он якобы сделал, чтобы добиться, добраться до финала. То есть мы должны по-новой оживить всех врагов, по-новой расбросать все собранные монеты и ни в коем случае не брать то, что он не взял. Если ты понимаешь. Так. Ну да. Так, вот, видишь, идем, идем, идем. Вот эти прозрачные возвращаем на место. Сейчас надо гномика воскресить. Все, отлично. А что будет, если ты возьмешь то, чего не брал? Ну, сейчас я тебе покажу, наверное. Вот, смотри. Бам! Временной парадокс. И уровень заново. Ой, опять. Так. Так, получилось. Так, этого гнома не трогаем. И этого не трогаем. А этого воскрешаем. И этого воскрешаем. Обрати внимание, как деревья на фоне посмортились. И правда. Так. О, монетка. Опять же, шипы вставать нежелательно. Потому что это нас тоже, ну, вернет у начало. Так, отлично. Гномов воскрешаем, не забываем. Да, вот теперь мы должны на этого дракона наступить. Который на самом деле, типа, костюм. Так. А вот теперь самое сложное. Надо обратно проглотить все фаерболы, которые он выпустил. Дерьмо. Так, ладно, обошлось. Обошлось, это, получилось. Прошлый раз у меня не выходило. Так. Это моя интересная и необычная игра. Ага. Так, продолжаем. Так. Ага. Все-таки. О. Так. Так, сейчас. Золотаем фаербол. Так. Уклоняемся от ком... Ой, блин, я идиот. Не надо было брать эту монету. Ладно, в этот раз я не повторю ошибку. Все, обошлось. Так, прыгаем. Монетки, монетки. Ух, получилось. Ой. Так. Ага. Дошли до того места, где он взял маску, типа. Так, серебряный счет у нас. Ой. А где знаешь, сколько тут всего костюма? Не знаю. Так, обошлось. Так, этот живой, значит, его нельзя задевать ни в коем случае. Этот мертвый, его надо воскресить. Так, отлично. Так. Боже, ответь, каково это, жить в обратном порядке? Весьма причудливо, должен заметить, да. Так, что-то нам стрелка эта указывает не к добру. А-а-а. Так, видишь, уже какая-то более хитрая головоломка появилась. Стрелки, которые нас разворачивают. Да, ведь Маус необычно. Ой. Да, он еще. Это, наверное, больно. Да, елки. Ой. Так. Я не успеваю прыгнуть просто, блин. Он очень быстро скатывается. Да, тут еще надо уточнить, что идет он, разумеется, сам. Я только прыгаю за него и стреляю. Точнее, глотаю то, что он бросил во врагов. Это что за хрень? Ну да. Да, жесть сейчас какая-то была. Ага, надо на гриб прыгать. Ага. В принципе, туториал могли бы и не повторять. Ну да ладно. Ага. Так, обошлось. Ой. Ха. Странно, в этот раз он не крикнул Буя. Он начнет еще закричить? Да, когда он умирает, ударившись на шипы, он раньше кричал Буя. Ужас, просто ужас. Да, не знаю, кто обрек и проклял нашего героя на такую участь, но ему определенно не позавидуешь. О, в этот раз опять крикнул. Так, видишь, уровни начинают становиться сложнее. Ну да. Да, тут, тут, если честно, я так сразу и не пойму, что тут делается. Ну, ладно, сейчас будем. Так, ну тут все. А попробуй не прыгать второй раз. Ага, точно. Ты был прав. Именно это и надо было сделать. Отлично. Так. В общем, видишь, тут есть, короче говоря, следующий уровень. Ну, то бишь, предыдущий, как будто бы. Выход в меню и повтор уровня. Но повтор уровня нам не нужен, раз мы его прошли. О, господи, опять эти колобки. Кстати, они тебе никого не напоминают. У меня задержка. У меня ты еще на грибочках прыгаешь. Ну да. Ну там такая фигня снизу, как-то. Напоминает. Да. Просто вылитый он. Ауч. Так. Там у тебя ачивка вылезла или что? Да-да. Какая-то карамба. Не знаю, за что это. Не прыгай, попытайся. Аня, походу, надо прыгать. Да. Тут какой-то определенный момент надо прыгать. В этом и прикол. Мягкий. Да, ладно, раньше мы. Да. Блин, я обязательно либо вторую, либо третью не могу схватить. А надо собрать их все. Ой, еще одну ачивку открыл, но я тоже не знаю пока что. Потом посмотрю, когда... Как бы... О! О! Еее! Получилось. Когда все это закончу, потом посмотрю. О, у меня какой-то новый предмет в инвентаре появился. Так, идеально пишет. Здорово, Серега. Привет, Серега. Так, улетаем дальше. Ой-ой-ой. А, нет, все нормально. О, а этого надо... Черт. Этого надо было коснуться. Опять не угадал. Так, ладно. Привет, Леди Лина. О, привет, Лиина. Давай-давай-ка. Ест. Отлично. Так, а это что за хрень? А, понятно, она этими штуками управляет. Так, ладно. Пуф, перепрыгнул. Ой. Что? Я же взял монету. Какого черта? Точнее, я ее вернул. Нет. Нет. Есть. О, опять костюмчик. Ой. Не, Пикник, это такой прикол, что мы типа живем в обратном времени. Да, мы типа игру в обратную сторону проходим. А что он написал? Ну, это типа прикол, что он задом наперед бегает. Ой. Видишь, мы тут точно должны все действия повторить. То есть, там, где он выплюнул этот самый огненный шар, он должен его проглотить. Там, где он что-то взял, он должен это что-то бросить. Там, где он кого-то убил, он должен этого кого-то открыть. О, новый мир открыт. Отлично. Так. Это значит, мы прошли мир 3. О, так получается, игра-то довольно-таки короткая, если здесь всего 3 мира. И нету никаких подлых, скажем так, секретов. Хотя они, скорее всего, есть, да. Так. Мир 2. Уровень 30. О-о-о-о-о-о-о-о. Вот это сурово. Да, Серёга, я с тобой полностью согласен. Называется эта игра... Спойлер-алер. Да. Алер, извиняюсь. Ну, короче, угроза спойлеров, как бы. Есть. Да. Битва с боссом в обратном режиме, это, конечно, нечто. Так. Да, уж. Так. Бегили его. Он, кстати, ай-скин, опять же. То есть, очень легко подумать, что в той же вселенной действие происходит. Так. Ой, 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 ой. Так. Играет музыка. Да елки-палки, шо ж такое-то? Да блин, как же так? Я же его почти не касаюсь. Что за подлость? В какой-то игре геймойер обозначали временным парадоксом. Или где-то в такой игре. Ну да, по идее. Елки-палки, что ж ты будешь делать, а? Ну Артем, он вполне нормальная игра. Ну да. Блин. Что за нафиг? Это не ей. А Артемон где пишет? На СК-2? На СК-2. Понятно. Блин. Что же эти пингвины такие злые? Хотя ладно, в последние несколько раз я не на пингвинов налетел. Ну они просто знают, что не попали в игру у Энгри Бёркс. Видимо да. Фуф, прошел наконец-то. Нормальная такая добротная Индия. Ой да. Ох, привет. Привет Всеволод. Ну у меня немного по-другому. У меня экзамене. Кстати, обрати внимание, снег тоже вверх идет. Ну да, на прошлых миссиях дождь лил вверх. А, надо двойной прыжок, наверное. Да, блин, только не говорите, что здесь они оба такие. Нет, слава богу, нет. Нет, тут кинады как-то... Как-то по-особенному прыгнуть. Попробуй сначала планки прыгнуть же. Девушки-матрешки. 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 Не, не помогло. Ладно, надо привыкнуть, что кнопки влево-вправо тут просто не работают. Девушки-матрешки. А то их... Почти и долетел. Девушки-матрешки. Девушки-матрешки. блин один раз почти получилось но идиотская монетка мне все испортила наконец-то злая монетка обошлось так все дальше поехали ой а понятно здесь не надо прыгать так да тут надо как то по хитрому надо чтобы он тебя не коснулся и чтобы ты его не убил а вот так а тут у нас что а тут у нас все нормально ой не совсем ухты смотри какие тут штуки в альдах застыли да уж весьма такие не хилые такие мутанты здесь все похоже происходят в какой-то аномальной зоне да тут какие-то леденцы растут так это мы обходим это мы собираем ой да вот здесь не стоило стоять в смысле двигаться медленно вот это такой как будто кто-то стреляет из чего то вот тут артем он пишет прыгай как только коснешься платформы это он по-моему писал про предыдущий уровень и 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 Да. Тот, кто эту игру... Ты заметил, что этот циклоп на тебя смотрел? Нет. Ой. Занятно. Да, тот, кто эту игру проходил не из конца в начало, а из начала в конец он как-то очень, видишь, халявно подошел к своему делу, кучу монеток напропускал и вообще, ой. Ну да. Да. Что ж ты зачкал, то ура. Да. Ух. У тебя же двойной кружок есть. Ну все, я уже прошел. О, опять костюмчик. А. Теперь я могу как Соник катиться. Ну или как Метроид. А, черт не то. Метроид. Ой. 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 Какой-то секрет нашел. Ой. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Да, ух уж это мне ускоряющая смола Мне эта смола напоминает почему-то рыжий гель из Портала Он тоже ускорял А, тогда понятно Так что ты будешь делать? Блин Либо на монетке нарвусь, либо на иголки Шипы Почему у него нету костюма, как у Саймона Бельмонта, у этого волокарда Который там шипы ломал Так, есть Почти прошел чертов уровень Да, игра короткая вроде бы, но за счет вот таких вот мелочей она конечно не кажется совсем уж простой Да, игра короткая Да, игра короткая Да, игра короткая Я понимаю, что там, блин, бабочка, банкок-сиэтл, но не до такой же степени, что если ты какую-то несчастную монетку возьмешь в прошлом, то все Мировая экономика сразу рухнет от этого Эх ты скотина, зачем ты не прыгнула? Смотри как кодел Не знаешь как это, как назад в будущем там биф планировал, то есть Марти планировал и биф сделал, то есть ставок наделать там и это самое, короче говоря, много денег заработать за счет этого и ни о чем не волноваться в будущем благодаря тому, что узнал, не в настоящем благодаря тому, что узнал в будущем Ладно Так Мир номер один Тут не самый последний Тоже ты в последний мир попал? Ну вроде как да Опять типа дерусь с боссом тут Нейти Тоже ты в последний мир Это очень сложный Пойдем Отверстие Тоже я Тоже я Ты ему не убил Тоже я Тоже ты Ой, я могу особо не волноваться за его оружие, но не дай бог подобрать монеты, которые он проглатывает. Короче, эта игра вреди алчности, ребята, если будете слишком гоняться за золотом, ничем хорошим это не кончится. Аааа, проклятие... Ай! а тут типа получается всего два босса наверное не наформально 3 на третьем нас не заставили драться а жаль было бы на него интересно посмотреть не я с этим то видишь как мне тяжело приходил черт опять монеты пропустил монеты не бери придурок монеты не вели так ладно надо как-то так он кнопку нажимает получает кнопку нажимает монеты будут да так первые монеты летят сами мы их не заденем от вторых надо спрыгивать каким-то образом я только что обратил внимание на нога почему он не может быть как все нормальные боссы просто пытаться убить главного героя зачем он постоянно какие-то монеты выплевывает блин опять я не успеваю среагировать так 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 это эти сами устами сейчас он есть но не факт что долго ли мне будет везти так сейчас опять монеты до как был побрал грязными деньгами а у а а а а а а а а Вначале главное не надо прыгать, а потом надо Так, а здесь жизни охраничены? Нет, по всей видимости А что тогда вот это за три вверху? Хороший вопрос, не знаю Может они тут просто для антуража нужны? А, типа как с Марио Хотя нет, наверное такого не было Ну, типа человек прошёл здесь не тратя жизни Всё равно взял Всё в чате пишут Там не ругаются ещё Ничего, все тричат и оболчат Ладно Ой, блин Что было? Поехали Ого, офис Ого, офис Ого, офис Ого, офис Ого Ого, офис А если ты коснешься этого лазера, а ты больше что-то произойдет? Нет. Почему у него так много жизни, не? Потому что это босс. А, ну да. Опять начнет зверкать, блин. Есть. Надо угадывать точный момент, когда он начинает это самое семерками и крутить. Обычно это один раз происходило. Так, это вы на что намекаете? Кто? Про семерки. Это не я, это автор игры. Они давно намекали про жадность, что она наказуема. Это все претензии к авторам. Предлагаю на них тоже жалобу. Ну-ка, пять. О. Кхе-кхе. Повезло. Веселый тут паузер. О, смотри-ка, у меня снизилось здоровье, но, как ни странно, это временного парадокса не вызвало. Видишь, я ударился об него, и у меня, точнее, в его торпеду. И у меня это самое, из трех осталась, типа, одна жизнь. Ну, почему-то это временной парадокс, то есть временной континуум никак не нарушает. Как-то это странно. Ну, подумаешь, споткнулся, там, обкалываешься. Ничего не важно. Если ты взял монетку, это все. Да. Ты знаешь, как пещера в Аладине работала по такому, примерно, принципу? Ну да. Как-то прикалывался, точнее, что, ну, по игре про Аладина, что, типа, пещера, что возьми лампу, но если ты еще хоть что-нибудь тронешь. А потом такая же говорит, да не, я шуткую, убери, что хочешь. И сколько хочешь. Ёлки-палки. Блин, ну зачем им вообще драться? Попили бы чайку, поговорили мирно, может, все бы и урегулировалось. А как же временные парадоксы? Да, ну да. Да я сразу охватил, но это я даю, да. 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 Италии. Да, да. Да, да. Помогите. Да, да. Продолжение следует... Не знаю, вроде прыгаю с одних и тех же мест, но то не ловлю, то ловлю эти дурацкие монеты. Блин, должно же рано или поздно получиться правильно? Продолжение следует... 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 Белки-панки. А все-таки здесь забавно выглядит пауза. Угу. Какой-то инопланетянин на плакате. Ноутбук и два пингвина с пиццей. И с бутылками. Да. Эти ребята знают толку в настоящих вечеринках. Ну да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Блин, скорее бы этот чудовищный уровень кончился. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пухрен вообще на вашей акции, господи. А, что, я уже прошел? Андрей, ты тут? Алло? Алло? Секундочку. Да, мы тут. Вроде бы. Я наконец-то это прошел, хотел слимол сдаться. Так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 эту часть вы видели я был в маске которая типа позволяет ему молоты бросать а теперь на мне ее нет да елки-палки не и не было и и и и Ко мне, блядь, только бассейнсу погружали на тебя. Конечно, на блядь. Ты где меня это затрахала, а? Его задевает на какой-то миллиметр, но ему этого достаточно, чтобы сдохнуть. Как такой дебил вообще мог кого-то спасти?! я бы грубее сказал ладно к черту я уже на более дальнем уровне был и и и и и и Пофиг на парадокс, просто и радостно, что он сдох. Ты дурак. Да, это музыка для ушей. Буя-буя. Что это вообще запрет? Буя обычно говорят, когда что-то делают впечатляющее, как этот фиборг из Science King Titan убил это слово. Они когда фейлятся. Какой же у него смертоносный зад. Все, на что он садится, сразу превращается в пыль. Ну же, ну же, ну же. Ах! Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Так, по ходу у него не только зад смертоносный, но и перед тоже. Он вообще. Снесет всем смерть. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Рассылка. GTA про Бэтмена? Интересно. Ладно. Не понял. А, понял. Я на ЧП наделся в последний момент. Твою же бабушка. Придурок опять не прыгает. Сせて беру. Валерий, взял presidente Субтитры сделал DimaTorzok 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 ну то есть надолго остановлен